Это операция Брестского винограда на виноградники. Я самая любимая. То есть, я люблю чикать, я люблю... Приветствую всех любителей винограда, а также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев, канал Виноград Личины. Мой винохранник находится на западе Беларуси. Друзья, сегодня у нас 13 ноября. Отличная теплая погода. Где-то плюс 15 стоит у нас сегодня. Хочу показать, потому что время идет к обрезке. Хочу показать, как я очередной раз покажу, как я обрезаю свой виноградник. Полностью я еще обрезку не буду производить, но уже в основном идет обрезка. Где-то теплее, где-то холоднее. Покажу, чтобы люди уже, потому что некоторые ждут. Юра, покажи, когда ты обрезаешь, как обрезаешь, когда начинаешь обрезать. Так что обрезаем и начнем, как всегда, с первогодок. Поехали! Друзья, буду коротко. Все нюансы задавайте в вопросах. Смотрите, однолетний саженец посажен в этом сезоне. Вызревание на нем очень слабенькое. Есть такое уже поверье, понятие, что первогодки в основном вызывают очень плохо. Что мы делаем? Обрезаем на обратный рост на 3-4 почки. Раз, два, три. Обрезали. Раз, два, три. Обрезали. Раз, два, три. Обрезали. Все. На этом обрезка закончилась. Идем дальше. Друзья, хочу порекомендовать вам интересный канал Виктор Вин. Моего соотечественника, друга и соратника Виктора Емельянченко, который проживает в Минске. Он выращивает виноград в условиях Центральной Беларуси и делится этим своим видео. Канал Виктор Вин. Ссылка в описании под видео. Переходите, подписывайтесь, жмите колокольчик и передавайте от меня большой-большой привет. Подошли к двухлетнему кусту, который уже два года растет на этом месте. Вот, друзья, вымахали лозы. Смотрите, мой рост. Обратный рост я, конечно, не буду уже удалять, потому что, видите, какая лоза крепкая. Она даже чуть-чуть поджировывает. Вот, отцепляю ее. И очень важно заполнить первую шпалеру. Первую шпалеру на будущий год, то есть на весну, чтобы у нас не было пространства, все было заполнено. Итак, разводим лозу одну влево. Оп. Вторую лозу вправо. Сейчас я так с большего покажу, чтобы вы понимали, как это будет по весне смотреться. Вот, смотрите, развели в две стороны. Я вырастил три рукава. Здесь еще от пасыных. Но он мне не нужен, я его удалю. И вот это пространство, яйца, нужно как-то заполнить. Вот для этого у меня вырос третий лоза, третий рукав. Сложности есть, не вижу ни одной. Вот. Весной это все закрепим и вот так будет располагаться. И потом пойдут расти у нас уже побеги. Друзья, сейчас находимся возле трехлетнего куста. И вот смотрите, уже какие, как бы сказать, у нас тут заросли. То есть выросло очень много лоз на трехлетнем кусту. И его нужно как-то обрезать, чтобы потом уложить нам уже на зиму. Поэтому сейчас я вам и покажу. Лозы хорошие, лозы красивые. Лоза, кстати, вызрала в этом сезоне в основном неплохо. Я доволен. И еще забыл сказать, что берем хороший секатор, который у вас есть. Главное, чтобы он был острый. Острый секатор, надежный. И по возможности обрабатываем лезвие перед каждой, так сказать, подрезкой. Обрабатываем, чтобы никакие споры, ничего на лезвии не было. Так, работаем. Смотрите, друзья. Я уже не раз в своих роликах показывал, что у меня идет веерная формировка. То есть рукава я разлаживаю и налево, и направо. И лозы у меня идут вверх. Рукавная, веерная формировка. Мне так удобно, в моих условиях я так и делаю. Как здесь быть? Смотрите, выбираю хорошую лозу от головы куста. Хорошую лозу, крепкую, от самой головы куста. Здесь я, вот видите, здесь выросла очень тоненькая и маленькая. Хотя она идет вторая. Вот первая лоза. Она тоже выросла до метра, и она очень тоненькая. Она мне не подойдет. Вот следующая лоза, вот снизу, она пошла очень хорошая. Видите, вот эта лоза. Она там метра по два и толщиной, вот хорошая, с мизинец. То есть вот эту лозу я оставляю. Значит, верхняя лоза мне не нужна. Вот эта. Мы здесь обрезаем на пенечек, как всегда, вот. Потому что в следующем году за сезон она подсохнет, этот пенечек, и мы его удалим. Вот. Оставили. Здесь, друзья, вот эти кратыши, они мне не нужны. Я их тоже обрежу, но обрежу тоже на пенек. Вот так, чтобы по весне здесь выскочит побег. Это может быть как сучок замещения, но я сучками не работаю. Я побеги здесь удалю, и у меня будет, потом он засохнет, этот вот коротыш, и я его отрежу. Здесь тоже самое. Я это все удаляю. Здесь получилось у нас усиленное звено, потому что, видите, пошло раздвоение. Вот здесь я тоже выбираю хорошую лозу, которая наилучшая. Я считаю, что это утая. Вот здесь я удаляю, оставляю пенечек. Это убираем. Смотрите, друзья, если бы это был молодой кустик, если бы это был молодой кустик, то я бы вот эту лозу оставил бы ее и загнул бы посредине, как я делал на двухлетнем кусту. Вот, на двухлетнем как бы я делал. Видите, оставил. Так как этот куст уже взрослый, и соседний куст тоже взрослый, то лоза из соседнего куста перекроет у меня середину. Перекроет. Я вам покажу. Поэтому сейчас я его тоже удаляю, мне он уже не нужен. Оставляю пенечек и удаляю всю вот эту среднюю часть. Это именно на этом кусту так получается. Дальше. Левая сторона. Тут все проще. Первая лоза, она идет очень хорошая, крепкая, сильная. Я ее оставляю. Вот этот прошлогодний, видите, прошлогодний остался пенечек вот. С коротенькой лозой, которая какая-то слаборослик не выросла. Я ее удаляю. Вот, есть такой момент. И следующая лоза тоже вот, идет она и справа и слева, но вот эта вот лоза, которая идет левее, она более расположена под наклоном в ту сторону. Вот эта лоза, она более расположена перпендикулярно вверх. И она мне как бы тоже не подходит. Я здесь делаю то же самое, усиленное звено. Будет одна лоза и вторая лоза. Ничего страшного, что они идут как бы слева. Слева это, слева здесь. То есть нету там лево и право. Ничего страшного не произойдет. Потому что при укрытии это может сломаться. Я тоже самое оставляю на две почки. Вот. И ее удаляю. И здесь дальше продолжение тоже оставляю на пенечек. И вот что, друзья, у нас получилось. Смотрите. У нас получилось 4 лозы. Видите. Которые я направлю. Две лозы в одну сторону. Я лозы в другую сторону. Вот, друзья. А здесь уже, из этого куста, я выберу лозу, которая заполнит вот эту плоскость. Вот. Эту плоскость. Это мое пространство. И у меня будет куст с левой стороны плодоносить над головою с правой стороны. И наоборот. Ничего сложного нету. По длине, по длине я всегда оставляю запасом. И есть в характеристиках такое понятие обрезка на 6-8 почек. То есть, это мы от начала считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И тут я должен был обрезать. Я оставляю, друзья, где-то 12-14. Почему? Так. Вот смотрите. Эта лоза пришла над головой уже соседнего маленького куста. И вот здесь я вот только обрежу. У меня здесь где-то почек 16 может получилось. Почему так? Потому что с запасом. Во-первых, не вся может почка проснуться. Во-вторых, почка может быть холостая. Побег, будущий побег может быть холостой. Почка может быть смотреть вниз. Будущий побег, он тоже будет нехорошо расположен по весне. То есть, вот эти моменты все нужно учитывать. И потом лишнее уберется. И останется то, что мне нужно. На одной лозе на следующий год я оставлю примерно по пять молодых побегов. На две лозе, на два рукава получается, будет десять молодых побегов. Отличная, хорошая нагрузка. Остальные взрослые кусты обрезаются таким же методом. Выбираем наилучшее расположение лоз. Чтоб они были больше толщиной с карандаш. Вызывшая лоза. Примерно на десять-двенадцать почек. Ее мы оставляем, все остальное удаляем. Еще, друзья, хочу подойти к одному ряду, где у меня технари находятся. И показать, как я буду обрезать технари. И формировку покажу. Поехали. Здесь у меня целый ряд технарей. Денисовский и маркет. Они у меня посажены между кустами метр тридцать. И я здесь не буду разлаживать их на рукава. А я буду формировать в одном направлении. Понятно, да? Вот, смотрите, друзья. Первый мой кустик. Как хорошо, что нет усов, что я их поудалял. А так бы пришлось каждый-каждый ус отделять. Смотрите. Молоденький кустик. Выросло две лозы. Лоза отличная, хорошая. Вот старый-старый сучок прошлогодний. Я его удаляю. И вот две эти лозы я... Две эти лозы у меня будут направляться над соседним кустом. Вот, доходить, вернее, до соседнего куста. Видите? И все. Здесь закончится плодоношение. Второй куст. Смотрите. Здесь тоже непонятных коротышей выросло. Некрасивых, слабеньких. Я их буду все удалять. Раз удалил. Второй удалил. И вот у меня есть две хорошие. Три даже лозы, которые я оставлю. Вот это я все удаляю. Почистим лозу нашу. Пасынки. О! И вот смотрите. Первая лоза пошла опять на соседний куст. Вторая лоза пошла на соседний куст. Ну и еще третью буду лозу. Буду формировать в три лозы на технаре. Тоже пошла на соседний куст. Почему в три? Чтобы опять же я мог бы каждую лозу нагрузить по отдельности. То есть не грузить на одну лозу там десять побегов. А нагрузить только три побега. На вторую тоже три. На третью три. У меня так в целом получится 9-10 побегов. И вот опять вернусь к первому кусту. Смотрите друзья. И вот он будет располагаться до второго куста. О! Ну это подвяжется. И вот смотрите. Вот будет красиво. Здесь у меня заполнено все шпалера. Немножко убегает лоза. О! Видите? Там еще я досажу один кустик в самом конце. И заполнится та шпалера. А так вот. И таким макаром весь целый рад. Отрежу все что лишнее. И оставлю. Опять же выбираем самые лучшие лозы. Самые хорошие, которые расположены к голове куста. И вот таким способом обрезаем. И в дальнейшем будем формировать. Не бойтесь, друзья, обрезать виноградную лозу. Это касается новичков. Эта операция необходима на кустах. Без нее никак. В дальнейшем и хорошо укрыть виноградную лозу. Потому что такие кусты веером как укрыть, я даже сам не знаю. А когда обрезка происходит вовремя, правильно, тогда вы останетесь на следующий год с большим хорошим урожаем. Все, что я хотел рассказать в этом ролике. Будут вопросы. Пишите в комментариях. Отвечу. Всем стараюсь отвечать. Всем здоровья, мира и добра. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok